Борис, а скажите, поддержат ли нас под локоть на заседании на Рамштайне-3? Будет ли в Украине более дальнобойные орудия? Дадут ли нам такое? Во-первых, Байден еще в своей статье от 19 числа, два дня назад сказал, что будет поставлены системы дальнобойные орудия, хотя он сказал, что до 80 километров, на самом деле, не публично сказано, будет поставлено до 300 километров. В этом нет никакого сомнения, потому что в противном случае невозможно сегодня остановить атаки, которые совершаются Россией, даже на Киев, вот вчерашние, например, позавчерашние выстрелы, и на Одессу тоже, и Чернигову и так далее. Ну нельзя допускать, нельзя тянуть, нужно завершать только-только дальнобойным орудием, чем и занимается сегодня Америка, поставками. Прежде всего, обучение, надо прямо сказать, это системы довольно сложные, сложные в обслуживании, и сегодня интенсивнейшим образом идет обучение украинских экспертов и специалистов, которые будут пользоваться этим оборудованием. И в то же время поставки. На полную мощность сегодня оборонная промышленность Америки работает 24 часа в сутки. Вы знаете, это на полном серьезе, и это дальновидно. Слова, знаете, озвученные Остином о том, что мы перевернем воздух и небо для того, чтобы помочь Украине, они не пустые слова. Они имеют под собой основания. Ну и еще пару слов по Североатлантическому альянсу. Скажите, как с перспективами смотрим, что Турция непоколебима относительно Финляндии и Швеции? Ну, Эрдоган торгуется, он не отказал категорически. Он сказался, будем встречаться и с представителями Швеции и Финляндии, и будем говорить. Это говорит о многом. И вот надо сказать, что огромные усилия в этом направлении прилагают, конечно, Блинкен и Остин. Они ведут переговоры с представителями Эрдогана на эту тему. Я уверен, этот вопрос будет решен на 100%. Более того, мне нравится идея Эрдогана о том, чтобы он уже активизирует найти какие-то коридоры по разблокировке хотя бы Одесского порта, самого главного украинского порта для вывоза зерна, к примеру. Судя по поступающей информации, этот вопрос может быть решен очень скоро, может быть даже на будущей неделе. Посмотрим, молимся. Дай Бог, чтобы это произошло. Посмотрим, как будет. Остается вопрос о гарантии безопасности. Не воспользуется ли Россия тем, что будут открыты и разминированы наши порты? Стоит ли доверять Путину в этих переговорах? Очень правильный вопрос. Я думаю, что будет security. Будут созданы специальные бригады по охране. Путину нельзя доверять. Я абсолютно согласен с вами. Можно, нужно будет создать только при этих условиях эти коридоры могут существовать и работать. В противном случае нет никакого смысла. Поэтому честь и хвала президенту Зеленскому и его команде, которые трезво подходят к этому и ставят конкретные условия, которые должны быть обеспечены. Я думаю, что эти условия будут обеспечены под патронажем Америки. И не случайно там в близости курсируют наши эсминцы. Это очень важный фактор. И я думаю, что с Турцией можно будет договориться. Тем более, что у Турции есть хороший шанс стать одной из ведущих стран, которая вносит свою лепту в обеспечении безопасности Украины. Это очень важный фактор. Борис, но для того, чтобы открыть украинские порты, Россия требует снять с нее санкции. Пойдет ли на это зал? Этого не будет. Никогда. Уже ответили нет, никогда. Это ответил Блинкин и Байден об этом сказал. И это исключено полностью. Никаких. Никакого разговора об этом быть не может. Это исключено. Ну а если Россия скажет нет, тогда мы не будем. Но там по ходу. Нет, у России тоже есть свои проблемы. Поэтому не случайно сегодня мы акцентируем на встречах с нашими конгрессменами и сенаторами, чтобы больше подключали Китай. Китай имеет колоссальное влияние на Россию. Сегодня единственное окно, выводящее Россию в мир, это Китай. Поэтому у Китая есть потрясающий шанс тоже доказать на деле, что он может стать лидером мирового содружества. Поэтому надо, вот тут уже я говорил в предыдущих эфирах, от Байдена требуется талант дипломата. Надо уметь говорить с Китаем. Китай умеет торговаться. Поэтому, ну как не вспомнить, я уже который раз вспоминаю, Трампа, который всегда говорил, что в любом бизнесе вы никогда не будете иметь то, что вы заслуживаете. Вы будете иметь то, на чем вы договоритесь. А с Китаем можно договориться. Это уже он доказывал много раз. Поэтому Америке надо поступиться коими благами, которые были заработаны Трампом, пожертвовать ими. Например, налоговые поступления, которые были сделаны за счет переговоров Трампа с Китаем, можно сегодня пожертвовать 250 миллионами, которые сегодня Америка зарабатывает на упорядочении так называемых налоговых тарифов с Китаем. И, более того, может быть, пойти еще на какие-то встречи. Например, Трамп еще вывез несколько наших компаний, работающих в Китае. Может быть, есть смысл их вернуть обратно. Конечно, гвоздем номер один является Тайвань. Давайте, знаете, надо быть прагматиками. Рано или поздно Тайвань может стать частью Китая, как он сегодня является устами наших же американцев, которые говорят, что Тайвань и Китай едины. Судьба Тайваня такова, как Гонконга. Помните, Великобритания, в конце концов, заключила договор с Гонконгом. И через поистечение определенного времени она его вернула. Сегодня Гонконг является таким маленьким оазисом, таким островком в Китайской империи, который живет по своим законам, хотя мучается. И, тем не менее, к сожалению, хотим мы того или нет, лучше договориться на 50, на 60, на 100 лет по поводу Тайваня. А к тому времени, или, как говорится, на Востоке, или Ишак умрет, или Хан умрет, и черт его знает, но зато руками Китая решит российскую проблему. Это можно сделать, просто нужен талант.